Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюрашворд. С вами я, Юрий Гемельфар. Сегодня пятница, 4 ноября 2022 года, 254 день войны путинской России против Украины. Время 8 часов 16 минут по Киеву и Иерусалиму. И мы начинаем наш ежедневный обзор новостей. Напоминаю, мой друг и соведущий Руслан Рогованов, он сейчас находится в командировке. Давайте пожелаем ему здоровья, удачи и скорейшего возвращения целым и невредимым. И, конечно же, с победой. Ну, а мы начинаем наш обзор. Как известно, Украина, она не входит в число государств большой двадцатки, однако получила приглашение на саммит, который в ближайшее время состоится в Индонезии. Но ни Путин, ни Зеленский, они там участвовать не будут. Во всяком случае, президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что если на саммите будет присутствовать Владимир Путин, то Зеленский там участвовать не будет. Сам же Путин, он заявил о том, что еще не принял решение, поедет ли он туда. При этом, разумеется, в России поднялся виск. Первым высказался глава российского МИДа Сергей Лавров, заявил, что Россию не интересует, будет ли там Зеленский или не будет ли там Зеленского. В различных провластных телеграм-каналах и твиттер-аккаунтах сразу же поднялся вопль типа «на слабо». Ну что, Зеленскому слабо приехать и поговорить, это не солидно. На самом деле это все великолепно вписывается в кремлевскую парадигму, что сейчас, в данный момент, единственное, что интересует Кремль и о чем Путин умоляет Зеленского, это о самом факте переговоров. Но Зеленский уже сказал, и согласно моему оценочному суждению, он сделал это совершенно правильно, что с Владимиром Путиным разговоров не будет никаких. И это совершенно верно, потому что Путин показал себя абсолютно не договороспособным руководителем. Далее интересная информация пришла из Алматы. Как стало известно, местная мебельная фабрика в Алмате, это Казахстан, получила заказ от Министерства обороны Российской Федерации на 800 тысяч армейских кроватей. Понимаете, в чем дело? 800 тысяч армейских кроватей. Понимаете, люди обалдели, когда услышали вот эту информацию, но это действительно так. О чем это говорит? Только о том, что весной в России будет полная мобилизация. Я не то что хвастаюсь, друзья мои, но вынужден напомнить, что ваш покорный слуга предупреждал об этом 21 сентября, когда Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, которую, напоминаю, она продолжается до сих пор. И до сих пор идет с одной стороны охота за призывниками, хватает всех, кого ни попадя, а с другой стороны депутаты Государственной Думы и российские официальные лица все чаще и все громче заявляют об ужесточении наказания за так называемое уклонение от частичной мобилизации. Я напомню, что в Государственную Думу Единая Россия внесла законопроект, согласно которому за так называемое уклонение от частичной мобилизации будет грозить до полумиллиона рублей штрафа и до пяти лет лишения свободы. Ну, я уже высказывал на эту тему свое мнение, что это, извините меня, нормального человека испугать не может, но мы видим и сейчас получаем подтверждение, что к весне будет объявлена полная мобилизация, если не раньше. Ну, ну. Но интересная информация приходит из России уже несколько дней подряд. Там начинают в разных пабликах появляться вот такие вот странные постеры, рекламирующие Евгения Пригожина. Хотя вот, глядя на этот постер, мне не совсем понятно, что какой порядок он собирается наводить. И потом он делает уже в последнее время все более и более громкие заявления. Например, наехал на протеже лично Владимира Путина, губернатора, главу Санкт-Петербурга, господина Беглова. Это уже достаточно интересно. Похоже, все указывает на то, что в российских элитах все-таки назревает раскол, и это то, о чем, опять же, предупреждали. Далее совершенно дивная информация к 4 ноября. А сегодня, если кто забыл, там отмечается то ли День народного единства, то ли День какой-то Божьей Матери. Я уже потерял этому счет, но на эту тему разродился перлом Дмитрий Медведев. Ну, обычно уже на его первые бесполезно обращать внимание, однако на этот имеет смысл. Итак, вуаля. Внимание на экран. Вот это довольно длинный пассаж «Кто воюет против нас?» Позвольте цитату. Это кучка безумных нацистов-наркоманов и запуганный минород, большая стая лающих собак из западной псарми, с ними разномастная свора хрюкающих под свинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи, состекающие по подбородку от вырождения слюной. У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждающих ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Поэтому, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь. Друзья мои, дальше я цитировать не в состоянии, но здесь у меня только один вопрос. Что производят на тосканских виноградниках Дмитрия Медведева? Какой напиток? И какие туда добавляют травм? Потому что, вы знаете, просто от водки, ну, до такого дойти, я считаю, ну, совершенно невозможно. Ну, а как-то я просто не знаю даже в полном затруднении. Ну, и, наконец, новости легкой промышленности. У россиян большая радость. Теперь, как стало известно, об этом сообщает РИА Новости, Россия намерена импортировать одежду и обуви из Корейской Народно-Демократической Республики. Это хорошая новость, я так понимаю. Россиянки будут одеваться приблизительно вот так. Великая скреп-держава будет импортировать одежду и обувь из КНДР. Тут у меня все. Друзья, спасибо огромное всем, кто помог и помогает спецподразделению «Хорб», где сейчас находится Руслан Рогованов. Вы огромные молодцы, вы замечательные люди. Но я вынужден еще просить, пожалуйста, друзья, по реквизитам в описании, помогите спецподразделению «Хорб». Это необходимо. Необходимо для того, чтобы приблизить скорейшую победу Украины. А эта победа, она означает... Ну, вы сами понимаете, что она означает. Слава Украине! До встречи, друзья! До завтра! Пока!